Снова всем welcome, это снова я. Сегодня речь у нас пойдет про коронавирус. Как это происходит в Японии, как люди стараются пережить его, и что вообще люди делают в Японии, чтобы пытаться защитить себя, и что вообще происходит. Крайний раз, когда я говорил про коронавирус, это было примерно месяц назад, даже может чуть больше, тогда все еще скептически относились. В принципе, я тоже, многие думали, что он поражает только азиатов, китайцев или японцев, в общем, азиатские расы. Но на самом деле, как оказалось, это было заблуждение, и коронавирус поражает, в принципе, любых гуманоидов, любых рас. Что происходит вообще на самом деле? Во всем мире сейчас уже свыше миллиона заболевших, и там смертность, сколько-то уже тысяч там человек, я уже не знаю, сколько там точные данные, вам лучше посмотреть в интернете, там, пандемия, там, все вот это вот данные. Но как это происходит в Японии? Например, если во всем мире уже давно все заблокировано, все города, все сидят на домашнем карантине или там где-то с полета закрыты, все, то есть как бы и двухнедельные карантины обязательны по прилету везде, то в Японии, в принципе, как-то, ну, все более-менее, ну, спокойно, скажем так. То есть здесь нету запретов на, скажем так, передвижение, здесь не закрыты города, то есть никаких локдаунов, городов здесь нет. Значит, здесь магазины все работают, все там службы, там, такси, все там, эти рестораны, доставка, все тоже работает. Никаких ограничений по, скажем так, ну, по некоторым мероприятиям только ограничений есть, а так, в основном, никаких ограничений нет. Есть только рекомендации к жителям, чтобы поменьше ходили в места массового скопления людей, такие как там парки, рестораны, торговые центры. Но это не, скажем так, не вот прям строго, это все по желанию. И поэтому, вот, как вы видите, ну, вот на примере этого магазина я покажу, да, это вот Драгстор, в данном случае это Хак Драгстор. Ну, вот кто-то носит маски, кто-то не носит маски. Кстати, это тоже не является обязательным в Японии. Ну, они как бы рекомендуют носить маски, но не все этим правилам следуют. Поэтому можно встретить очень много людей без масок. Также никаких правил по поводу посещения парков не выходило, поэтому дети и родители также ходят в парки, играют, гуляют там. Итак, с чего же все началось? Изначально в Японии они сначала эвакуировали своих людей из Ухани в Японию, там несколько самолетов, не помню, там 600 с чем-то человек было. И после этого они сделали, ну, то есть, как бы, какие-то меры там безопасности, их там посадили в карантин, конечно же, там, но при этом у Японии особо не было много проверочных этих тестовых пакетов. И изначально они планировали, то есть, как бы, своими силами все это обойтись. Вот, поэтому также был допущен к прибытию в Японию лайнер Diamond Princess в Якугаму, который прибыл. И, значит, с этим лайнером они тоже там две недели его держали, соответственно, люди там, людей проверяли, кого-то проверили, кого-то не проверили. Соответственно, по окончанию, когда многие оттуда уже из лайнера выходили, они могли тоже так же контактировать друг с другом. Там тоже были чистые рекомендации, чтобы не выходили из каюты, не общались, там стояли на два метра друг от друга, но многие этого не делали, и поэтому... Да, и на выходе получилось так, что достаточно много людей оказались больные, то есть, там около 700 с лишним человек. То есть, и многие вот те, кто с Diamond Princess там уехали в свои страны, они оказались, ну, инфицированы. Конечно же, ну, я не думаю, что много людей из тех, кто был на Diamond Princess, ну, остались в Японии, там, ну, но кто-то из них все-таки там приезжал, соответственно, в отеле куда-то заходили, общались, контактировали, возможно, кого-то тоже заразили. На данный момент в Японии там порядка около тысячи-полторы где-то так больных. Точное число лучше посмотреть в интернете. О, соответственно, из полторы тысячи людей там, возможно, ну, есть, конечно, и иностранцы, есть и японцы, но у них как сделана здесь политика такая, что если даже у человека там температура там под 40, и он, какие-то признаки у него там есть, ну, как бы гриппа или же простуды, то пока не будет всех признаков простуды, они ему даже тест не выдают, то есть, чтобы он правился. То есть, вот если он будет, например, там и кашлять, и у него температура, и тяжело дышать, и все вот эти признаки в совокупности будут, тогда да, тогда они его, значит, выдают тест, проверяют, если положительно, значит, всё, они его записывают. В противном случае нет. Ну, и, скорее всего, вот я подозреваю, что в Японии очень много людей, кто, ну, фактически имеет болезнь, но так как пока вот от человека зависит ещё там, ну, как бы, как она протекает у них, там, может быть, в тяжёлой форме или в лёгкой форме, соответственно, многие люди думают, что это обычная простуда или там грипп, а по факту это может быть и коронавирус, поэтому тут как бы тоже, ну, никто не знает, и тесты не выдают тем, кто легко болеет, то есть, вот, в этом плане, что здесь в Японии с тестами немного напряжёнка, здесь тоже, ну, нехватка их небольшая есть, как я слышал из новостей, хотя я точно не знаю, поэтому утверждать это я не буду. Но, что могу сказать, что началось изначально, когда вот только-только вот эта вот пандемия там пошла и начали, то есть, делать какие-то, скажем, действия в магазинах, там люди побежали сначала скупать туалетную бумагу, маски, салфетки и предметы там такой гигиены, как мыло, жидкое мыло, значит, влажные салфетки, всякие вот эти вот, санитайзер, который там для чистки рук там, ну, вот этот, беззараживает, ну, и там подобное. Поэтому я считаю, что, конечно, многие паниковали, и это было зря, на самом деле ничего страшного не было, и товары, они, как бы, ну, есть в японских магазинах, но изначально их, как бы, тоже был дефицит, и японцы, когда всё скупили, они их начали продавать на площадках Амазона и где-то там Бракутэ, ну, интернет-площадках в 10 раз дороже, и даже до сих пор некоторые товары так и продаются в 10 раз дороже. Поэтому, что можно сказать про, конечно же, пока не ввели какие ограничения на продажу, они бы так и искупали это всё и продавали бы в 10 раз дороже. То есть ввели какие ограничения, ограничили покупку средств, типа, ну, вообще всех вот этих вот средств, которые там гигиены, влажные салфетки, значит, мыло жидкое, туалетная бумага и просто салфетки по одной упаковке на семью, не на человека, а на семью. То есть если вы приходите там, например, там отец, сын там, мать и ещё там кто-то у вас там, вот, вот, целая семья, вам положено всего одна упаковка. Хотя, ну, я не знаю, это правильно или нет, но одна упаковка мыла на семью, это, конечно, ну, жёстко. В день, в день, как бы, ну, в день, может, тоже. Каждый день надо ходить в магазины, тем самым подвергая и себя, и других тоже опасности, как бы, но это не есть гуд. Но такие ограничения, иначе бы люди просто бы скупали опять это всё целиком. Далее. Что можно сказать про остальные товары? То есть остальные товары, как бы, ну, такие, как и там еда, какие-то там вещи, там, одежда, консервы, ну, что-то такое. То есть это всё как бы как было, так и есть. Вообще ничего не уменьшилось. И вот сейчас здесь стоит за мной магазин, я туда зайду, наглядно покажу, как бы, наличие товаров. И то, что есть, чего нет. Чего нету на данный момент и вряд ли будет в ближайшее время, это медицинские маски. Вот ни в одном практически драгсторе, ну, я не видел, по крайней мере, я много объездил этих драгстор. Ну, это как бы бытовых химий, как бы по-нашему, да, хостовары. Значит, объездил много магазинов, нигде нет, вообще нигде. Там продаются какие-то спреи, якобы, которые при спрыскивании там лица защищают от вируса. Ну, как бы, я не знаю, может быть и защищают, может нет. Хрен его знает, что за спрей вообще, как он работает. А, как бы, самих масок нет. Поэтому, если, то есть, что-то тут начнется, ну, как бы, вот, многие люди, например, захотели себе купить маски там обновить, то им приходится это делать там через интернет, либо через интернет-то там в три раза дороже, или там вот с Алиэкспресс, или с каких-то других площадок где-то покупать это. То есть, вот такие дела. Ну, сейчас зайдем в магазин, я покажу, как все это выглядит там. Ну, вот, как мы видим, да, народу достаточно много в магазинах, да, вон, видите, на кассе стоят тут собака, припарковала свою технику. Ну, пожалуйста, вот этот общепит, это бента там делают, все работает. Тут что-то продают. А, вот, пожалуйста, это полотенце, это полотенце. Ну, вот, то есть, полоски, полоски, полоски для рта, ну, то есть, все есть. Как бы, чего нет, я сейчас покажу, чего нет. А, ну, вот, салфетки для тела, для лица тоже. Там есть дезинфицирующие, есть обычные, то есть, все есть. Все есть, и, как бы, все нормально. Так, пойдемте, покажу, чего здесь мало стало. Чего здесь стало мало. Ну, кто читает по-японски, вот, пожалуйста, здесь конкретно об этом написано. Мыло для рук, то есть, в один день на одного человека, да, где сделали на одного человека, было на семью одна штука. То есть, вот любая там, вот, либо такой, либо такой, там, либо вот такой, то есть, как бы, упаковка, одна упаковка на одного человека. Ну, как бы, видно, чего-то есть, чего-то нет, но в целом нормально пока, все. Никаких проблем с этим нету. Итак, идем дальше. Ну, видите, народу, ну, блин, нормально так. Я бы не сказал, что тут ограничения какие-то там, да. Магазин пускает всех, как бы, без проблем. Вот. Вот, тоже проблема. На данный момент нету влажных салфеток с алкоголем. То есть, обычные салфетки есть вот такие, на основе воды там и что-то какой-то этой жидкости. А вот спиртовых нет, видно. То есть, их просто не привозят. То есть, как бы, они были до этого, но не привозят все. Салфетки обычные, вот, они упаковками продаются. Там по пять коробок все есть в наличии. Можно взять тут, вот, пожалуйста, тоже так же написано, что на одного человека одна, значит, такая вот упаковка. Вот, можно взять. Ну, и также вот туалетная бумага. Вот, есть какая-то там такая, есть такая там. Сначала они якобы отмазывались, что это, мол, делается все в Китае. А так как китайские фирмы не работают, то нету никаких поставок этих туалетной бумаги, да, или еще что-то. Но, я вам так скажу, что большинство товаров, которые продаются в японских драгстерах, это японские товары. Вот, даже вот, сейчас мы пойдем глянем. Вот, например, бренд самый такой популярный в Японии, этот вот, Эли Рао, Эли Эйр. Сейчас глянем. Вот, читаем, да? Made in Japan. То есть, а их тоже не было. Поэтому, это все бред полный, что там, как бы, с Китая ничего нет. Сейчас, кстати, Китай уже, как бы, они, закончилась пандемия, они там уже работают вовсю, так что все норм. Так, ну вот, видно, да? Все есть, чипсы там, вот, товары все есть. Что еще нет? Ну, как бы, такой тоже дефицит был. Небольшой. Ну, это не из продуктов питания точно. Сейчас пойдем глянем там. Мам, вот здесь. Конкретно для женщин. Это вот, всякие прокладки и тому подобное. Ну, тоже немного, видите, чуть-чуть так уже подразобрали. Но все равно еще что-то есть. Как бы, возможно, просто какие-то бренды более популярные, они быстро разобрали их. Но здесь вот на одного человека три упаковки уже. То есть, один человек может уже три упаковки себе взять. Ну, понятное дело, что одна упаковка на человека, ну, это бред вообще тут. То есть, она может вообще быстро кончиться. То есть, ну, из-за этого вот они сделали. Так же и, значит, вот, это мыло там и все остальное. Там для гигиены, для туалетов. То есть, вот, то есть, все продается. То есть, на одного человека три упаковки. Что еще? Ну, так же японцев, как бы, всех, кто может, компании попросили перейти на удаленную работу. На удаленную работу. И, ну, если возможно. Если невозможно, то, соответственно, то есть, как бы, ну, приезжайте в офис, соблюдая правила гигиены, чтобы там руки мыть, там маски носить, ну, и так далее. Что еще поменялось? Поменялось. А, как раз вот я не договорил про этих спекулянтов, которые скупали, скупали, значит, все из магазинов и продавали их в интернете на 10 раз дороже. Значит, данных людей и компании стали штрафовать. Штрафовать стали, причем, серьезно. Там по миллиону йен штраф за каждый случай продажи и перепродажи вообще. То есть, и поэтому, если, ну, и стали, как бы, все это, некоторые полицейские начали покупать это в интернет-магазинах, подтверждая, что, да, действительно есть продажи и, соответственно, эти фирмы нахлобучивать. То есть, видно даже, вот, контрацептивы тоже в наличии есть, поэтому все норм. Думаю, можете не волноваться. Вот я слышал, что кто-то там что-то говорил, что в России проблемы с контрацептивами, я не знаю, нормально все, мне кажется. Просто какой-то там вброс опять, очередной вброс. Ну и так, мы продолжаем, значит. Что было, значит, еще такого в Японии после объявления пандемии, значит. Ну, как вот я и говорил, что многие фирмы, которые спекулировали предметами первой необходимости, там, предметами гигиены, значит, начали штрафовать по миллиону йен. Следовательно, очень много фирм там позакрывали сразу же, там все эти свои площадки поскрывали. Но кое-какие ушлые торговцы стали делать по-другому. Они сделали цену на товар нормальную, ну, может быть, чуть-чуть завышенную, но доставку данного товара сделали там в 10 раз дороже. То есть, как бы, но те же яйца, только в профиль, можно сказать. Ну, тут уже, как бы, я не знаю, там, пока на данный момент, что там будут предпринимать, ну, против них. Что можно сказать про, в целом, про отношение японцев к пандемии? Ну, как бы, ну, японцы особо не запариваются, как вы видите, вот, ну, то есть, много людей ездит по магазинам, много, вот, там, на велосипедах, то есть. Ну, для них, как бы, вообще ничего не поменялось, то есть, как бы, по сути, все то же самое. То есть, вот эти вот комбини, все магазины, все работает, ничего не закрыто. И, ну, единственное, только, может быть, закрыли эти массовые мероприятия, типа концертов, то есть запретили все концерты. Но при этом тут, как бы, даже провели вот это, как его, зажжение олимпийского огня, процедуру, насколько я помню, эти сделали ее, там пришло куча народу. Хотя, по факту, я не знаю, то есть, как бы, где это было и как это, как эти люди располагались. Может быть, на самом деле там ничего опасного и не было. Но при этом олимпийские игры, которые должны проходить в этом году в Токио, перенесли на следующий год, то есть на год вперед. Следовательно, в 2020 году в Токио олимпийских игр не будет. Они будут, скорее всего, в 2021 году. Но пока еще неизвестно, как это, что будет происходить. При этом, то есть билеты, все вот это, то есть, как бы, там вроде говорят, что менять ничего не надо. Это все так же можно будет использовать и в следующем году. То есть у тех, кого там есть билеты на, имеется в виду, на вход. Что касается самолетов, то есть авиасообщение с Китаем, с Кореей, со всеми остальными странами. Япония закрыла практически самый последний, то есть до последнего летали самолеты. И на данный момент, как бы, я не знаю, какие рейсы сейчас там есть, каких нет, но вроде бы еще что-то осталось, что-то есть. Что еще? По поводу этих эвакуаций, значит, людей. Я получил уведомление от российского МИДа на российский телефон, ну, на российскую симку здесь, в Японии. За, самое главное, это за один день, даже чуть меньше за один день до окончания сроков регистрации списков тех, кто хочет вылететь. То есть, вот, допустим, человек не успел, да, там, ну, точнее, как сказать, ну, не прочитал, или где-то он в отъезде был, или у него симка российская там, ну, плохо работала, там, роуминг, еще что-то там плохо работал. Ну, то есть, и все, соответственно, он об этом не узнает. И, как бы, даже не на японскую симку, а на российскую симку, хотя в японском МИДе, да, и вообще вот в этих вот, в российском МИДе, есть вот все данные, там, телефоны, то есть, именно вот японские, то есть, у кого там японского сотового телефона, там, и подобное. Почему нельзя было прислать на японский телефонный номер уведомления, я не понимает. Я сообщил вот друзьям, ну, вот русским друзьям в Японии, кто живет, и многие даже и не знали об этом. То есть, они, как бы, вот я говорю, у кого нет российской симки здесь, да, или кто там, ну, может быть, роуминга нет, еще что-то там, она не работает в данный момент. То есть, они никак об этом бы не узнали, только вот из новостей, либо вот от кого-то. И получается, что, ну, я им сообщил, соответственно, там, вот, что надо позвонить в МИД и добавить себя в лист, чтобы, если вы хотите, вылететь отсюда. И при этом, как бы, я говорю, вот, то есть, там было до 26 марта, до 2 часов дня, а прислали мне это сообщение 25 марта вечером. То есть, там буквально было всего, там, я говорю, вот где-то, ну, чуть меньше суток. И, значит, самолеты, соответственно, там все вот это, надо было уже готовиться. Ну, то есть, если вот вы получили смс-ку, то, а там списки 26-го, а вылет там буквально вот он, там, то есть, рядом, прям в этот же день или следующий день, я точно не знаю, не могу сказать. Но, значит, люди ждали, что будет заранее сообщение, но, видите, ну, как бы, было не заранее. Как говорили, что все расходы по вывозу людей из страны, значит, оплачиваются из государства. То есть, ну, тут уж я не знаю, это лучше вам спрашивать у тех людей, кто вылетал. Как видите, я никуда не вылетал, я здесь остался, поэтому, как бы, ну, ну, я смысла просто не вижу лететь в Россию сейчас, в данный момент. Там делать нечего, когда все закрыто, когда вот это вот то, что я видел, и вот по разговору с друзьями, что там сейчас, то есть, ну, но немного опасаюсь за такой манер поведения, которую соблюдают японцы, то, что, вот, ну, как бы, несмотря на то, что вот японцы, а японское правительство, там, на какой-то даже выходные они просили всех быть дома, то есть, там был, то есть, призыв, чтобы все люди оставались дома на эти два дня. Но многие, в том числе и вот кто рядом со мной живет, в моем доме, ну, не послушали этого. И они уехали. Я вот на парковку вышел, а там пусто вообще, ни одной машины. И, кстати, вот в эти же дни, вот в эти выходные, ну, которые я писал сообщения в группе и на канале, выпал снег, да, выпал снег, как раз вот те, кто уехали, некоторые испытывали сложности с возвратом, с возвратом домой, потому что снег выпал, а они на летней резине, ну, и, как бы, да, и машина уже не едет, она там, а там этот, мокрый снег такой, он, как бы, создавал гололед, скользячку такую, то есть, там, каша такая была, и очень сложно было ездить, ну, на машинах им. Ну, какие-то государственные учреждения и муниципальные учреждения, все работает. Сервисы, там, автомобильные, заправочные станции, все работает. В целом, практически, ну, ничего не поменялось, только единственное, что в поездах стало меньше народу, в автобусах стало меньше народу, многие перешли на удаленку. Но при этом Токио и, значит, вот эти агломерации Токио, там, вот эти Сайтама, Чиба, Коногао, там, в принципе, народу не уменьшилось. Ну, и разве что, может быть, туристов меньше стало, вот на таких центральных станциях, там, как Шибуя, там, Шинджику, там, и, там, Токио, там, Шинагао, то есть, там меньше народу стало, но в остальных местах, как бы, по Токио, там, в рабочие дни народу так же, то есть, а может, и даже больше, потому что я вот буквально там в обеденный перерыв, то есть, я по удаленке тоже сейчас работаю, в обеденный перерыв вышел, вот, там, дай со 100 йенек, дошел, там, ну, недалеко тут, буквально минут 5-10 ходьбы, в рабочий день, вот, в обед, так там народу было, как в выходные дни, то есть, я удивился, я думаю, ни хрена себе, я думаю, елки-палки, такое ощущение, как будто народ в отпуск ушел, то есть, вот, многие, возможно, и ушли, возможно, нет, тут, как бы, я не знаю. Но, что касается учебных заведений, также расскажу, учебные заведения в Токио и везде, как бы, здесь на данный момент закрыты, это школы, детские сады, значит, какие-то университеты, сначала просто прекратили занятия и сделали по удаленке, что там учителя только приезжали и, значит, занимались по удаленке, там, по веб-конференции, а потом сделали так вообще, закрыли доступ в университеты, то есть, как бы, вот, единственное, да, вот еще место, где запрещено входить, там, въезжать, это вот университеты и школы сделали, то есть, сейчас они закрыты для посещения совсем, то есть, и за счет этого, то есть, как бы, многие люди работают уже и учатся напрямую, вот, ну, из дома в дом, то есть, звонят этим учителям, там, разговаривают, я думаю, так, и хотя у меня точных данных нет, как сейчас проходит обучение в японских университетах и школах на данный момент, на момент карантина, поэтому тут уже лучше поговорить с людьми, кто этим, ну, как бы, кто учится. Ну, вот, в принципе, и все, что я хотел сегодня рассказать. Если у вас остались какие-либо вопросы, задавайте их в комментариях, не забывайте подписываться, ставьте лайки и делитесь этим видео с друзьями. Ну, а с вами был Дэн, до новых встреч и не забывайте нажимать на колокольчик, чтобы не пропустить новые видео о Японии. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!